Несмотря на морозную погоду и северный ветер, 23 февраля на центральную площадь пришли сотни горожан. Здесь в полдень началось общегородское ежегодное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. Это Родина, мы обязаны защищать, и будем в дальнейшем защищать. Праздник для нас так же, как и 9 мая является. Это, конечно, за ребенка, чтобы воспитать в нем патриотизм в России. Мы не местные, и посмотрели, как этот город отмечает праздник. Чтобы сын посмотрел технику, так же, как бы, был готов стать настоящим мужчиной. Ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности по традиции приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и к стелле «Город воинской славы». Сразу же после на главной сцене творческие коллективы и озагрели собравшихся концертом. Поздравил Владислав Стокцев и глава города Игорь Пушкарев. Желаю, конечно, всем здоровья, счастья и всегда мирного неба над головой. Слава нашей армии и флоту. Ура! В это же время неподалеку подразделения морской пехоты устроили показательные выступления по рекупашному бою. Поздравил Владиславу! А на другой площадке желающие приняли участие в спортивных соревнованиях и конкурсной игровой программе. И, конечно, немалая очередь собралась, чтобы согреться горячим чаем и бесплатно угоститься настоящей солдатской кашей. Занятие нашлось и для юных горожан. Так, подрастающие защитники участвовали в тематических конкурсах и викторинах и даже научились бросать гранату. По результатам прохождения всех испытаний участники получили удостоверение молодого бойца. Одной из самых любопытных стала тренировочная площадка «Друг бойца». Здесь собаки демонстрировали необычные навыки, которым их научили на тренировках. Без всеобщего внимания не осталась и другая площадка. Под названием «Традиция и честь» прошла реконструкция рыцарского турнира. Кроме того, как говорится, не отходя от кассы, все желающие смогли получить консультацию по вопросам призыва и прохождение военной службы в передвижном пункте Краевого военкомата. И для тех, кто уже отдает долг родине, на локальной площадке от всей души горожане писали поздравительные письма солдатам срочной службы. Их теплые слова обязательно направят в военные части Владивостока. По традиции, на протяжении всего празднования в военной палатке 1-й Дальневосточный фронт шла выставка снаряжения и вооружения военных лет. Особенность площадок в этом году заключалась в том, что горожане не просто наблюдали за выступлениями военных, но и сами смогли активно поучаствовать в них. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.